10 мая 2023 года и сегодня поступил очередной заказ на полторы тысячи дождевых червей и выполняю его следующим образом вот здесь у меня есть 4 тонны осадко-сточных вод и на них соответственно разводится красный навозный червь и зене атида но добываю его беру вилы и верхний слой почвы вот они видим червячушки вот таким образом их собираю и отвожу тачку в теплицу а где завтра утром и буду заниматься червячишками 14 50 выемка червячушек завершена теперь нужно их подготовить транспортировки транспортировка предполагает плотность червей не более 50 штук на литр 14 57 поставил фанерку и с ее помощью заехал в теплицу вместе с тачкой свет у меня уже тут поставлен ведро для биогумуса есть куда я буду без червей биогумус отправлять так ставим тачку полустойчивее и вот так вот теперь не перевернется рабочее место готово свет есть и теперь следующий урожай это будет завтра собран урожай червей а сегодня смотрим урожай спаржа вот так вот вот так вот вот так вот ну и сегодня нам понадобится очередной ящик из заначки это ящик старый с коробочками для дождевых червей вот видимо они тут с крышками в которых множество отверстий и сегодня как раз займемся фасолкой дождевых червей в эти коробки в которых я отправлю на дождевых червей в эти коробки посылки по всей эстонии и не только а 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 Продолжение следует... 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 Рядом... Продолжение следует... 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 Вот это ложный навозник Дендендригос Робидос. Самый хладостойкий червь и самый малоподвижный. Вот такие маленькие червячишки, шесть. Вот видим седьмой. Вот такой большой навозник из зения Этида. Это снова Дендрадеилус Робидос, восьмой. Ну и так далее. Вот насчет коконов. Вот, кстати, девятый. Вот как-то выглядит кокон из зения Этида навозная червь. Они крупнее, чем у Дендрадеилуса Робидоса, у которого размер. Вот, снова Дендрадеилус Робидос, десятый. Вот это Дендрадеилуса Робидоса, размер. Вот, полосатая из зения Этида. Вот это Дендрадеилус Робидоса, коконы размером с пшеничное зерно. Одиннадцать, двенадцать. Вот яблоко. Бросаем туда же. Деятельно живые черви. Вот видим, вот так приходится перебирать тщательно биомус. Тринадцать. Чтобы не пропустить коконы. Четырнадцать. Ну и каждые пятьдесят червей стоят одно евро. А выбрать мне нужно полторы тысячи штук дождевых червей. Надеюсь, вам все понятно. В коробочке складываю органиков. Привычный корм, который понадобится червячишкам на время дороги и время адаптации. Ну и на этом пока все. 5,57 и вот как раз два кокона. Вот они совсем маленькие из пшеничного зерна. Это коконы Дендрадрилуса Робидеса. Самого холодоустойчивого и водостойкого. Вот видим, как они отличаются. Вот они сами Дендрадрилус и Робидеса. Червячок. У него такой характерный поясок толстый. Вот его ювенил. Маленький червячок совсем. Ну и это будет уже 20 червячишек. Фасовать я и коконов тоже. Фасовать я буду по 100 штук в коробку. Значит, 15 коробок будет. Ну вот такая тщательная переборка предполагает выборку дождевых червей и коконов. Конечно, все это должно производиться. Вот он, 21 кокон Дендрадрилус Робидес. Должно производиться в тепле, в удобных условиях. 22. И, соответственно, удобно сидеть. Вот так и занимаюсь. Переборкой биомуса с добычей коконов и дает дождевых червей для выполнения очередного заказа. Вот эту вот органику в биомусе она нам ни к чему. Биомус тоже идет на продажу. А вот мусор в нем такой не нужен совсем. Вот еще один кокон. 23. 24. 25. И, кстати, если приобретать дождевых червей, вот он прямо в этой своей привычной органике Дендрадрилус Робидес. 25. 26. Ох, как развивается. 27. 28. Так, мусор ни к чему. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 39. 39. 39. 38. 30. 40. 30. 30. 41. 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 53-й. В общем, понятно вам, не буду больше отвлекать ваше внимание на подсчёты. Тепло, уютно, ветра нет, сижу на теплом сидении, чего еще надо. 6 часов 13 минут, первых 100 дождевых червячишек выбраны, ну, и дарёмся не только червячишек за следующую банку. Вот так вот. Сразу сюда яблоки гневые, органика на дно и начинаем выбирать очередных червячишек. Как видим, на первую банку со съёмкой ушло 20 минут. Вот и считайте, за час три банки. Здесь таким темпом. Вот, видим, в этой коробке были красные калифорнийские. Езения Андрея называется, а наузный Езения Фатида или Фятида. Разночтение бывает. Время 6.37 и очередная коробка с дождевыми червями и коконами нафасована. 100 штук. Ну, и вот как раз это езения Фятида. Налозный червь. Подпись. Время 7 часов и очередные 100 дождевых червячков нафасованы. Вот уже 300 штук. Ну, и пошли следующие. Время 7 часов и очередные 100 штук. Время 7 часов и очередные 100 штук. Время 6 часов и очередные 100 штук. Время 7 часов и очередной 11 час affordability. Время 8 часов и ежедневныхilit blessed drip день. Время 8 часов и適 15 минут. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И смотрим, что у нас на этом поприще будет по части дождевых червей. То, что они будут, я уверен, на 100%. Поэтому вот так вот уселись. Набираем картон. И сразу же видим дождевых червячушек. Где мой пинцет? Первый, второй. Это, конечно, слизень. И мы его удушим. Пойдет на корм червячкам. И прямо на поверхности биогомуса наблюдаем червячишек. Вот он, полосатый навозник. Зимний, афитида. Так. Сколько уже? Шесть. Ну и поехали дальше. Вот он, седьмой. На поверхности видим в основном дендердрилус и лодитус. Наиболее холодостойкие. Ну, и посмотрим, что делается снизу. Так. Ну и вот. Видимо, пошли. Девять. Десять. Одиннадцать. Денадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать. 25. Двадцать. Девадцать. Одиннадцать. Двадцать. Два. Двадцать. Три. 24, 25, 26, ну и так далее. Время 8.28 и за эти полчаса я перебрал всю кучу и в ней оказалось 120 червячишек, только из них два навозника из земли фетида, остальные все ложные навозники, дендодрилус роберус, всего два кокона и видим что в таких условиях выживает только дендодрилус роберус, мороз здесь был до минус 5 градусов и коконов всего 2 штуки маленьких дендодрилусов робидусов. Ну пойдем смотреть самое теплое место вишня еще не распускается, значит картошку сажать рано это у нас вроде бы луча, не показатель ее цветения для высаживания наших кловней рассады привыкшей к теплу, к теплице ну и тут кое-что можно ждать на металл, но это когда будет время, это мне нужно было навести порядок на участке от того металла, что я добыл из теплицы ну вот видим пролежки уже отсвели, остались вот только такие семена от них ну что ж поехали в другое более теплое место искать именно навозника из зенина хетидов ну а тут все готово, посадки картошки и вода и зола и биохумус в общем ждем распускания черемухи и вишни как может возникнуть у моих зрителей вопрос, а что у тебя тут в этом контейнере тут у меня тоже немножко металлолом, а может быть немножко ящики деревянные, пластмассовые в общем в общем в основном тара, которая пойдет в камин вот видим нужно подпорки делать, поскольку снегом все завалило ну это все осенние работы будут скульптура в одном вот в общем вы видели что здесь вот через эти сетки мы биохумус просевывали на том участке и есть тут на чем потрудиться но это все восемь и зимний период надеюсь ваше любопытство удовлетворено 8.54 вот мы со второго участка снова приехали на первый переместились на северо-восточный его угол который является самым теплым ну когда я месяц назад для лука выбирал здесь белогумус здесь было довольно много извинения хватили морозника обыкновенного посмотрим что сейчас делается усаживаем усаживаемся на свой любимый лящик открываем пленку но это не извините однозначно мы смотрим так тоже дендодрилус рубинус в основном близко к поверхности ну и вот червячишки в основном лендодрилус рубинус с близкой к поверхности вот есть вязание афетита вот она полосатая так что начнем здесь в теплице уже больно жарко вот тут вязание афетита начнем ее здесь выбирать вот она бывает а время 9.17 в самом теплом месте плотность заселения такова но в основном это ложный навозник дендодрилус рубинус а и не афетита вот такие видим один на 10 штук в время 9.25 и здесь наблюдаю ходы скорее скорее всего крыси и минимум дождевых червей вида издения афетита навозник вот этот сена позапрошлогодний разъек вот видим нора вот идет сюда идет вот она вот видим сколько идет сюда и соответственно червячишки съедены частично сейчас посмотрим что в наличии вот буду поднимать почву у меня белгомус прямо тут вот видим даже все они ходы вот они червячишки тут перелопатили хорошенько вот так поднимаем и видим минимум червей вот так вот сено все перелохмачено так что приманка стоит немножко не в том месте вот здесь ее надо поставить вот так спасибо заказчику выявил вредителя вместо его работы так скажем и вот тут была обычно бывает уйма дождей дождевых червей в этом сене а сейчас далеко не уйма посмотрим тут тоже видим все перевопачено крысами и червячишек прямо-таки вот вот единица а здесь обычно бывала их тьма вот а где не трогали крысы тут видим их побольше червей а там где они постарались там соответственно минимум червей так что переставляем приманку сюда сюда в в в в в Продолжение следует... Вот, а где не было крыс тут много, даже в червя... Трэ! Вот, а где их нет, не было... Тут червячишек довольно много. Но тут приманка стояла и стоит под тазиком. Вот, берем дырку, прогрызли. Ели приманку. Вот она, дырка. Ну и тут, где приманка... Тут дождевых червей, конечно, вот. Там до не было крыс. Там вот так вот. Вот такая плотность. Так что приманку ставим, оставляем и тут, и второе место тоже для нее подготавливаем. Вот она, видим. Приманка здесь уже старая. Надо ее обновить. Вот, вы увидели, в принципе, все мое вермихозяйство во всей красе, так скажем, в кавычках во всем ее безобразии. Ну что ж, это не новогодняя елка. Нелегкая, земледельческая. Вот, видим, дырка здесь, крысы прогрызена. Занятия. Ну, вполне может быть, что это икрот, поскольку вот здесь я вижу, поднята земля. Вот. И вот он. Идет. Такой ход. Вот здесь. Туда в глубину. Ну, и вот тут. Вот сюда вот. Он идет, идет, идет. И вот, видим, здесь отверстие. Вот он. Большое. Ну, сейчас мы тогда сюда шандарахнем в мочи канистру. Ну, и приманку все-таки поставим. Время 10-13. И за эти пять часов я насобирал в теплице 400 штук. И здесь вот 500. Только что 100 штук собрал Дендодрилус робидус. Сейчас видим, они не полосатые, но иридируют на свету. Так, добавляем им землицы и беремся за следующую коробку. Конечно, я мог насобирать все это дело за час в самом месте, где высокая плотность. Но у меня задача еще и освободить биогумус для посадки картошки от червей. Поэтому я выбираю вот здесь на улице, где буду брать биогумус для высадки картофеля. Буду разводить его водой, миксером молотить. Поэтому червячишки в нем, конечно, в большей массе погибли бы. Поэтому я их и выбираю именно из этого места. Ну, а какая плотность заселения здесь, можете судить сами. Вот я копнул и видим, вот столько их здесь. Это там, где плотность заселения минимальная, так скажем. Так, ну поехали дальше выбирать. Время 11.39. И вот на таком пляже я с пяти часов, ну в разных местах, это значит за шесть часов, собрал 1500, выбрал вернее 1500 дождевых сервей. В основном вида бендадрилус рубидус. Одна десятая примерно от этого весла ездения фетида. И теперь пора обедать. Причем перебрал порядка пятидесяти килограмм биогумуса, который пойдет на посадку картошки. В каждую ломку. Ну вот, теперь все это дело так, чтобы этот биогумус не сох. Накрываю все это дело шифером, одеваюсь, пока в одних плавках нахожусь и идем на обед. Одиннадцать пятьдесят три. Ну и как пообещал картошку, вот в эту норку оливанул пол канистры и она сразу потекла вот тут. Ну сейчас мы вот ту норку еще прольем и будем считать, что профилактика против крота. Вот, видим как уходит вода, вернее моча. Вот. Знаешь, это не крыса, а крот. У меня хозяин сейчас. Ну, против кротовой меры приняты. Ну, а после обеда еще здесь приманку обновлю тазиком. Вот так вот. Добыча червей, выполнение заказа и заготовка биогумуса помогли обнаружить вредителя. Время двенадцать ноль шесть. Принесенная ванна уже в теплице рядом с тачкой и выкладываем в нее биогумус вместе с червячишками. Так, биогумус в ванне вместе с червячишками. Теперь можно ехать за ящиками, которые у нас около калитки сгорожены. Во время пятнадцать сорок и вот заклеенные по периметру скотчем вот такие коробочки литровые с отверстиями в крышке. В этой деревянной, вернее картонной коробке стоят десять штук вот так на боку. Так они должны храниться, чтобы углекислый газ водикал через нижнее отверстие вот этот вот здесь вниз, а свежий воздух через верхнее отверстие заходил вверх. Так должно происходить перемещение, транспортировка и хранение. В этой упаковке они могут находиться до года при том корме, который там имеется. Именно так я сдавал и сдаю в магазины, которые просят у меня червячишек. Ну и теперь отправляю смарт-почтой. Правильно. Правильно. Маршала. Правильно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...